Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы немножко перескочим по мушкам, так как мы еще пока вяжем мокрое. По вашей просьбе, так как вы просили, мы сегодня изготовим имитацию ручейника или веснянки. Вы выберите для себя сами. В принципе, это собирательный образ будет сухой мушки. Крючок я использую вот такой формы, номер 14. Значит, для этих целей очень хорошо подходит крючок Тимка 200Р. Можно и на гамакатсу F11, F16. Без вопросов, пожалуйста, изготавливайте на любом, вплоть до нимфового крючка, если он у вас имеется. Просто вы у меня спрашивали, я буду изготавливать и отвечать сразу на ваши вопросы. Закрепим нить. Нить очень-очень тонкая. Поэтому вы для себя подберите как можно тоньше, чтобы была нить, для того, чтобы не было нагромождений материала. Как обычно, я добавляю немножечко клея на цевьё, для того, чтобы потом в дальнейшем это у меня не прокручивалось. Продолжаем дальше. Значит, что нам понадобится? Нам с вами понадобится вот такие есть наборы даббинга из Антрона. Если есть у вас отдельно наборы конкретно для сухих мушек, пожалуйста, используйте. Если у вас есть даббинг из пера CDC, пожалуйста, используйте. Но я хочу изготовить эту мушку так, как я её сейчас вижу. Вы можете изготавливать, как вы сочтёте необходимым. Что нам сейчас понадобится? Значит, я буду изготавливать в таких немножко серо-песочных цветах. Возьму совсем немножечко, щепоточку кремового цвета даббинга и сделаем с вами небольшой шарик для того, чтобы изготовить нам в дальнейшем хвостик. Я делаю это следующим образом. Вот нанёс даббинг на нить и подвожу к точке, где я буду крепить свой хвостик. Даббинг подхватился у меня, и теперь я его прокручиваю. И в этом месте формирую вот такое утолщение. Поддерживаем ноготком, чтобы нам было удобно и не заходила наша нить в то место, где нам не нужно. Закончили. Теперь нам понадобится с вами вот такой материал, как биоты. Значит, я буду использовать крашеные флюоресцентные. Вы можете спокойно использовать биоты, те, которые продаются чёрные. Можно использовать, вот имеется чёрные, натуральных цветов. Или же, если у вас, допустим, какого-либо материала нет, ну, оторвите пару бородок вот нашего фазана охотничьего. И будет то же самое. Просто я показываю в своём варианте, а вы, друзья мои, уже для себя выберите свой вариант. Мы обозначим вот совсем немножечко наш тот хвостик, который выглядывает с-под крылышек. Я приблизительно выбираю для себя величину, равную приблизительно длине тела. Немножечко подтянем, если нам мешает. С одной и с другой стороны так, чтобы это выглядело у нас как хвостик. Подровняли, чтобы у нас находился наш хвостик слегка по бокам, но и в то же время выступал вот так вот, как видно, вверх. Всё ровно, всё нас устраивает. Значит, теперь я, для того, чтобы не было в дальнейшем нагромождения материалов, отрезаю до места крепления грудки. Там, где мы будем делать ёршик и крепить все другие элементы. Теперь посмотрите, для того, чтобы не было у нас неудобств, я большим вот таким вот шагом сперва подхватываю, придерживаю ноготочком. Можно срезать вровень. И, возвращаясь теперь обратно, уже более-менее аккуратненько подхватываю свой материал. В качестве сегментации я буду использовать, как обычно, люрекс, который служил дождиком, но не совсем тем дождиком, к которому, допустим, мы с вами привыкли. Он, как я уже неоднократно вам показывал, покажу ещё раз. Значит, это вот приблизительно такой по качеству материал, достаточно крепкий и достаточно жёсткий. Просто он обладает другой шириной. Немного нанесём клей на цевьё, чтобы не проматывать 325 раз, как я обычно говорю. Я вот так большим шагом подхватил. Возвращаемся к месту формирования нашего тела. И выбираем теперь для себя тот цвет, тот оттенок, который мы, допустим, хотим изготовить. Учитывая то, что вот, как вы, камера, наверное, не сможет до конца передать. Оттенок здесь достаточно хороший, но я уже убедился в своих рыбалках, что не всегда зелёный цвет или же жёлтый работает достаточно хорошо. Поэтому я возьму, сделаю смешанный. Вот немножечко беру такого пепельного цвета, даббинг. И к нему я добавлю совсем-совсем немножко цвета, светлой-светлой оливы. Совсем немножечко. Так как тело, вы сами понимаете, у нас не имеет однородного оттенка. И аккуратненько весь этот материал, вот как вы видите, вот такое вышло у меня штапельное волокно. Чтобы мне было более удобно работать, я возьму, промажу нить клеем, вы можете ваксать любым материалом, который у вас имеется. Воск, вощина, свечка церковная. Или же на худой конец лыжная мазь. Закрепили просто хорошо вот так вот на цевье. И как обычно, до первого касания моей нити с даббингом, я начинаю теперь подкручивать. Не отпускаем нашу веревочку, которую мы формируем. В зависимости от того, как очень уважаемый мною вязальщик Роман Мозор говорил, если мы будем крутить больше, у нас получится веревочка потоньше. Поэтому вы сами для себя выберите, какую вам изготовить. И не отпуская теперь из рук нашу нить, начинаем с вами формировать тело. Выберите для себя, допустим, насколько вы захотите его сделать пышным. Это уже не является так столь принципиальным, но желательно, чтобы его величина была соизмерима с нашими крылышками, которые мы вот сейчас с вами будем крепить. Дошли до места, где мы будем формировать нашу грудку. Здесь я возьму, насколько вот у меня в наборе имеется более такой темный даббинг. Опять беру кусочек этого же кремового цвета даббинг. Наношу его на нить. Если у вас имеется перо CDC, это даже очень приветствуется. Можно спокойненько здесь изготовить из пера CDC нашу грудку. И здесь делаем с вами вот такое хорошее нагромождение, утолщение, там, где будем крепить крыло. Изготовили. Вышла небольшая вот такая ступенька, которая практически нам не мешает. Мы ее потом закроем. Что нам еще понадобится? Значит, самое основное, к чему теперь мы с вами подходим. Сейчас мы просегментируем и уберем наш дождик и будем с вами теперь изготавливать крыло. Значит, крыло, как я уже неоднократно в своих фильмах и показывал вам, и рассказывал, можно изготавливать из готовых уже наборов, те, которые есть. Но, учитывая то, что мой канал рассчитан на тех, которые любят творчески что-либо для себя изготавливать. Поэтому я вам покажу тот вариант, который, допустим, я применяю уже очень долго. Можно взять колготы, проработать их лаком и наклеить перо. Но самый быстрый, самый удобный вариант, это вот я беру обыкновенное перо индюка. И, как вы видите, вот камера передает. Я подровнял вот эти перышки и закрепил их скотчем. Они у меня теперь достаточно хорошо будут служить. Сейчас давайте мы с вами сделаем вырез, подготовим крыло. Вот, друзья мои, мы с вами сделали, как вы видите, вот такой вырез. Изготавливается, ну, понятно, складываете пополам, подбираете для себя ту длину, которая вам необходима, и сделаете вырез под свою мушку. Примеряем наше крыло, насколько оно здесь нам будет соответствовать. То есть, меня оно вполне устраивает. На место крепления я немножечко нанес клей. И теперь вот так, как вы видите, очень аккуратно, потому что сам по себе наш материал, из которого мы крепили, он достаточно скользкий. Поэтому стараемся подхватывать так, чтобы он был у нас хорошо закреплен. Вот мы с вами закрепили материал. Добавим немножко клея на место крепления. И теперь я показываю, насколько, допустим, вот наше крыло, которое мы с вами изготовили, оно будет хорошо просматриваться. Вот, как вы видите, достаточно его и величины, и ширины, и всего, и достаточно хорошо, и крепко держится наше перо. И вот, опять наносим немножечко клея, так как наш полиэтилен достаточно скользкий, и всегда старается куда-то у нас убежать. В качестве верхней части, которая у нас будет крепить нашу грудку, я буду использовать кусочек, у меня вот имеется, как всегда, остается у нас вот пенка. Закрепим мы ее сверху. Для меня вот подходящий кусок. Если по каким-либо причинам, я просто вам покажу, кто догадался, хорошо, кто не догадался, объясняю. Там, где торгуют дисками, DVD, CD, Blu-ray, есть вот такие вот подкладушки в упаковках. Пожалуйста, можно пойти с ребятами договориться 2-3 штуки, вот у вас хорошая, достаточно пенка для работы. Теперь закрепим здесь нашу с вами пенку. Сперва слабо, а потом немножечко посильнее, так, чтобы ее мы не прорезали с вами. Вот, достаточно. Теперь переходим к следующему элементу. Нам необходимо изготовить ножки, усы, и, как обычно, я всегда изготавливаю глазки. Уже я вам показывал, покажу, пожалуйста, еще раз. Но я думаю, самый ленивый не умеет изготовить из лески глазки. Давайте сейчас закрепим усы и закрепим глазки, чтобы в дальнейшем можно было хорошо и спокойно работать. Закрепили с вами глазки и закрепили усики. Потом мы в дальнейшем мы с вами поставим так, как необходимо. И я подобрал, ну вот, по величине более-менее подходящее перо. В какую сторону вы будете мотать ёршик, чтобы направление было пера, выберите для себя сами. Это уже не столь принципиально. Также я беру вот небольшими порциями, опять же, этот же ждабинг, который суперфайн, антрон для сухих мушек, или же просто суперфайн, который для сухих конкретно мушек. Но уже более такого темного цвета. И уже начинаем с вами формировать грудку. Значит, что здесь необходимо, на что обратить внимание? Необходимо создать вот небольшую вот такую пышность, но и в то же время, чтобы не было у нас рыхлым. Доходим до наших глаз. Как видите, уже нам вполне этого достаточно. Остатки убираем. И теперь выбираем сколько. Два, два, три, три. Это уже выберите для себя, друзья, сами. По величине своей мушки. Сколько вам необходимо выполнить оборотов. И в районе глаз я креплю теперь перо. Тару, тройку оборотов. И удаляем. Самый теперь такой для нас ответственный момент. Выберите для себя, друзья. Ну, уже скажу, как вам будет удобно. Есть дальше вариантов изготовления этого нашего ручейника. Больше, чем достаточно. Вы можете взять, подстричь верхнюю часть. Или же, вот как я, попытаться слегка их подтрамбовать. Но для удобства, чтобы мне было удобно и не было нагромождений, я обычно вот так вот хотя бы немножечко в районе крепления отрезаю. И, как вы видите, у меня уже более аккуратненько получается, укладывается мой верхний чехлик. Следим за тем, чтобы мы не нарушили наши глазки. В натяжечку, вот так, укладываем первый оборотик возле глаз. Следим за тем, чтобы мы не перерезали и никуда наша пенка не убежала. Должна выйти приблизительно вот такая у нас конструкция. Ну, а теперь более культурно давайте закрепим и закончим наш ручейник. Вот, друзья мои, мы нанесли капельку лака или клея. И, как вы видите, вот такой ручейник снизу смотрится достаточно привлекательно. Усы у нас находятся там, где положено. Имеются крылышки, имеют достаточный вид. И в то же время его достаточно хорошая живучесть. Пробуйте в разных вариантах оттенках. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.